Здравствуйте! Я сегодня начну со сказки. Узнав о повелении Ною ввести в ковчег представителей всякой плоти, пришла и ложь, стараясь прокрасться туда же. Но Ной заметил ее и сказал, «В ковчег принимаются и всякая нечистая тварь, но только по паре. Иди же сперва, найди себе суженого». Пошла ложь искать себе суженого навстречу проклятия. «Откуда, — спрашивает, — идешь ты?» Ходила я отвечать ложь к Ною, а он говорит, найди себе сперва пару. Не соглашаешься ли ты сочетаться со мною? «Чем же ты меня вознаградишь за это?» А вот чем. Составим договор, чтобы все приобретенное мною принадлежало тебе. На том и покончили. И с той поры все, что приобретается ложью, становится достоянием проклятия и гибели. Доходы наши должны быть честными. И какая связь существует между праведностью и богатством? И есть ли такая связь? С одной стороны, есть такие общины, в которых считается, что бедность демонстрирует мое смирение. А с другой стороны, есть такие общины, которые считаются, что богатство демонстрирует то, что Бог ко мне благоволит. И вроде и то, и другое есть местописание для обоснования того взгляда и другого. Так какая связь между праведностью и богатством? Вот в этом месте нам подойдет новогодняя сказка, что на еврейский Новый год Бог взвешивает людей по их плохим делам, хорошим делам. Есть люди, которые праведники, и у них нету плохих дел, и бог их записывает в рай. Есть конченые злодеи, и они их записывают на вечную погибель. И остается большинство населения земли, в которой есть и хорошие дела, и плохие. Дальше происходит взвешивание на весах, что если у человека большинство хороших дел и меньше плохих, то за большинство хороших дел он записывается к жизни в раю, а за небольшое количество плохих дел ему предназначаются наказания здесь, в этой жизни, чтобы он с этим рассчитался, закончил свои счеты, и там уже чистеньким вошел в рай. Есть злодеи, которые... Есть несколько у них добрых дел, и вот за эти добрые дела он получает награду здесь, в этой жизни, а потом, когда он получит уже награду в этой жизни за свои добрые дела, в будущем мире он получит свое наказание за свои плохие дела, чтобы там на том мире не было никаких недоплаченных хвостов. И мы упоминали, что есть об этом стих в истории о богаче и лазере, где лазер получил все свои страдания на земле, и поэтому сейчас наслаждаются, и богач, который получил все свои удовольствия в этом мире, и там в будущем он не мог допроситься даже капли воды. И вот так... Вот так распределяется богатство и проблемы, бедность и нужда на будущий год по еврейским понятиям, и мы можем как-то на это повлиять. Для того, чтобы наше богатство было чистым и праведным, нам нужно выплатить все наши обещания, долги, имеются в виду и кредиты. Понимаете, если мы ищем только библейские принципы и выдергиваем их из Библии только для того, чтобы у нас получилось богатство, преуспевание, и мы выдергиваем только то, что нам нужно, даже из-за вот такой схемы даже все библейские принципы они не дают гарантии того, что вы будете богаты. Наоборот, если у человека все нормально, все красиво и все хорошо, есть подозрение, что может быть в будущем мире у него будут проблемы. Нам не такого надо. Нам надо не это. Мы хотим выполнять библейские принципы, руководствоваться ими. Удобно нам это или неудобно. И давайте сегодня поговорим о долгах. Давайте найдем. Псалом 36, 22. В 36-м псалме должен быть красивый стих. 36, 22. 22. Нет. Мимо. 21-й стих в синодальном переводе. Нечестивый берет взаймы и не отдает, а праведник милует и дает. Еще раз. Нечестивый берет взаймы и не отдает, а праведник милует и дает. Вы знаете, если бы мы основывали учение о спасении только на вот этом библейском стихе, мы могли сделать очень неправильные выводы о том, что показания результаты то, сколько денег на вашем счету может определить, где вы проведете вечность. Посмотрите. Очень просто определить. вот тот человек, который берет ссуду. Что тут написано? А, нечестивый. И не отдает. А вот праведник это тот, который милует и дает. Тот, кто дает ссуды, это милостивый человек, праведник. И есть те, которые берут ссуды, их состояние очень не твердое и не определенное. Он может быть будет праведником, но только после того, как долг свой вернет. Потому что нечестивый не отдает. А вот такое место из Библии. Если мы находимся в долгах и пытаемся выйти, найти выход из этого как-то положения, то люди часто обращаются к истории, которая записана в Третьем Царствах. Четвертая глава. Четвертая царств. Четвертая глава. Первый седьмой стих. Одна из жен сынов пророческих своплем говорила Елисею. Я читаю Четвертая царств. Четвертая глава. Одна из жен сынов пророческих своплем говорила Елисею. Раб твой муж мой умер, а ты знаешь, что раб твой боялся Господа. Теперь пришел взаимодавец взять обоих моих детей в рабы себе и сказал ей Елисей, Что мне сделать тебе? Скажи мне, что есть у тебя в доме? Она сказала, Нет у рабы твоей ничего в доме, кроме сосуда с елеем. И сказал он, Пойди, попроси себя сосудов на стороне. У всех соседей твоих сосудов порожних набери немало. И пойди, запри дверь за собой и за сыновьями твоими и наливай во все эти сосуды, полные отставляй. И пошла от него и заперла дверь за собой и за сыновьями своими. Он подавал ей, а она наливала. Когда наполнены были сосуды, она сказала сыну своему, подай еще сосуд. Он сказал ей, нет более сосудов. И остановилось масло. И пришла она и пересказала человеку Божию. Он сказал, Пойди, продай масло и заплати долги твои. А что останется, тем будешь жить с сыновьями твоими. А вот такая история. И здесь видно этот случай о сверхъестественном восполнении и уплате долгов от бедной вдовы. Многие люди чувствуют себя в этой ситуации и пытаются найти Божье благословение в сверхъестественном уплате долгов. Что мы сделаем? Давайте сейчас это самое место с Писания посмотрим вооруженным взглядом. Посмотрим на Библию по-еврейски под увеличительным стеклом. почитаем. Вы знаете, в газетах если бы тогда писали газеты и мы бы их почитали, тогда бы мы знали об этой ситуации немножко больше. На что давайте начнем задавать вопросы. и еще сложнее поискать на них ответы. Итак, представьте себе женщину дома наливает сосуды их очень много и она получает масло закончилось получает изобилие полный дом полный сосудов наполненными маслом и после этой истории она так долго просила чуде на что не знает что делать с этим маслом почему она снова пошла к пророку у нее был какой-то вопрос она не понесла ему масло на пробу она спрашивает что делать с маслом какой-то вопрос у нее был и на этот и этот вопрос мы узнаем из ответа Елисея Елисей дал ответ он сказал пойди продай масло заплатить долги она что не знала что это масло специально для того что она об этом и просила что она не знает что это масло нужно продать и толкователи говорят что у нее было два вопроса первый вопрос был такой второй ответ продай масло значит вероятно вопрос был такой что мне делать с этим маслом цены на масло в будущем поднимутся или упадут продавать сейчас или подождать и вот на этот вопрос Елисей ответил продай масло и у нее был второй вопрос на который Елисей ответил заплати долги твои толкователи задают такой вопрос что вдова могла спросить Елисея вопрос вот это масло произошло в результате сверхъестественного чуда вот оно произошло с этого масла десятину платить надо или не надо и у нас теперь еще больше вопрос почему Елисей сказал ей не не упомянул я о том что она должна оплатить десятину начаток от этого масла он сказал ей заплати долги твои а вот что останется тем будешь жить сыновьями твоими так вот почему Елисей не сказал этой женщине заплатить десятину с этого масла вот это хороший вопрос давайте поищем ответ и ответ длинный давайте попробуем поковыряться так вот если бы были газеты то мы бы узнали что эта женщина приходила к пророку 265 раз и просила его сделать какое-то чудо и он что и мог ответить если есть долг есть закон Моисея что надо делать по закону надо выплатить долг если долг не выплачивается надо взаимодавцу да отдать сыновей в рабство они отработают это все по закону Моисея ничего не изменилось возражением вдовы было вот что ты знаешь что раб твой боялся господа муж мой раб боялся господа кто такие боящиеся господа в новом завете это уже такая категория людей не евреев которые почитают и выполняют некоторые заповеди Туры но пока не обрезаны не прошли вию в ветхом завете это это описание боящийся господа применяется только к четырем людям и рядом есть Иосиф есть Авра есть Давид и рядом с ними находится Авдий Авдий выходец из Едома из Едома обращенный и он служил в Самаре во дворце Ахава работал администратором дворца и вот о нем мы читаем в 3 царство 18 главе 3 стих и призвал Ахав Авдия начальствовавшим над дворцом Авдий же был человек весьма богобоязненный Библия говорит и дальше когда Изавель истребляла пророков господних Авдий взял 100 пророков и скрывал их по 50 человек в пещерах и питал их хлебом и водой давайте вспомним что эта история происходила когда в Израиле был голод и очевидно вот именно на эту цель Авдий занимал деньги ему не хватало своей зарплаты начальника дворца и он занимал деньги в газетах упоминается и у кого он это дел он занимал деньги под проценты чтобы кормить пророков и поэтому его вдова после его смерти пришел взаимодавец и стал требовать деньги и вот с этой ситуации после такого посвящения ее мужа она приходит к Елисею с просьбой сделай чудо раб твой боялся Господа и какое еще возражение что что Давид говорит в псалмах я прожился старился и не видел праведника нуждающимся в хлебе и детей его нуждающимся в хлебе и праведника с протянутой рукой вот мы дети праведника и вот этот долг он пошел на прокормление божьих людей это спасло им жизнь сделать чудо вот на этом основании из-за вот такого посвящения Авдея Елисей решил что да вот это чудо вот эта вдова она достойна такого чуда и ей не нужно платить десятину с вот этого масла я хочу вас ободрить посвящение Богу да оно того стоит но пожалуйста не надейтесь что если вы потратили свои деньги на ваши какие-то желания потребности что Бог их сверхъестественно восполнит кредитные карточки являются в нашем обществе самым большим инструментом для импульсивных покупок а импульсивные покупки обычно свидетельствуют о потакании прихотя проще говоря благодаря кредитным карточкам потребители покупают вещи которые им не нужны и платят за них больше ребята мы живем в последнее время и вполне очевидно что дьявол хочет пропечатать номера кредитных карточек всему населению на лбу и на руке пожалуйста не становитесь от них зависимыми не занимайте и расплачивайтесь избавьтесь от долгов мы наслаждаемся жизнью сейчас и платим за это потом либо платим за жизнь сейчас а потом наслаждаемся ее плодами вы знаете христиане и в долгах это не естественно во первых не библейское это не естественное сочетание я в заключении хочу вам привести пример евангелиста миссионера в Китае Хатсона Тейлора он сотрудничал его финансировала китайская евангелизационная евангельская миссия и в какой-то момент он решил прекратить с ней работать потому что эта миссия начала занимать деньги чтобы финансировать миссионеров из-за этой ситуации Хатсон Тейлор создал свою христианскую миссию которую обеспечила его и дальше посылал миссионеров в Китай легче подавить себе первое желание чем удовлетворить все последующие контролируйте контролируйте свои эмоции побеждайте и не тратьте больше чем зарабатывайте будьте благословен субтитры